ПЕВЦА СТИНГ ПЕВЦА СТИНГ Те, кто ответят, присылайте свои ответы ко мне на пейджер И обязательно телефоны укажите Я составлю список Завтра в 3 часа, да? В 3 часа? Да, в 3 часа возле транзита В 3 часа возле... Каждый может получить бесплатный флайер До 12 девушкам бесплатно И плюс бокал шампанское Плюс бокал шампанское Завтра будут разыгрываться 5 золотых карт И 3 ужина на двоих Отлично, отлично Ну что ж, я вот почему-то удивляюсь Почему нам не звонят, а? Не звонят Боятся Я позвонить смог не могу Понятно Ну что ж, тем не менее, звоните Итак, а вот Все вот спрашивают народ о клубе Это дорогой клуб у вас? Да нет, это не дорогой Стоит вообще Сейчас же как на народ привык, он немножко на халяву ходит в клубы Почему? Потому что некоторые клубы выпускают золотые карточки, бесплатные входы Вы такой же политики придерживаетесь? Не, ну хороший клиент он всегда зайдет бесплатно То есть как бы для него просто-напросто западло платить на входе Даже для меня в любом клубе Понимаешь? Можно стать другом клуба просто Да, да, да Халява, халява в принципе Есть люди, за которыми Он может быть халявщик, у него никогда денег не бывает Но за ним всегда идет толпа Понимаешь? А есть люди, которые просто по жизни халявщики Они нам не нужны Вот поэтому мы перестраиваемся на латинскую музыку И так далее На попсу, как говорится Эй, мамба Мамба Да, да Тем временем я хотел бы передать привет Вот только что мне скинули брейкеры аэродинамики из города Тараза Привет, город Тараза Привет передаю также семье Акаевым из Атерао И привет передаю сауне дважды два в Чемкенте Вот такая обширная география у нас Тихоточку мы не привет А можно мне? Нет, нет, не надо передавать приветы тебе Мама привет Да, передай привет, я пошутил просто Жене привет Жене привет Ты женат? Да, почти что Почти что? Да Поздравляю, молодец Молодец, я вижу, что ты исправился и это хорошо Ну что ж, продолжаем тему нашей клубной жизни Значит, ты говоришь, что в последнее время клубы как-то немножко подгадились, да? Ну не все, конечно Нет, не подгадились А есть и клубы, которые просто померли вообще Кто-то, да, кто-то реставрируется, кто-то открывает новый клуб Кто-то на месте закрытом открывает еще другой клуб Там с новым названием и так далее Дело не в этом Дело в том, что у нас везде одно и то же Из-за этого народ ходит Очень мало ходит в клубы Сейчас есть один большой клуб Который все прекрасно знают в Алматы Самый большой клуб, туда все ходят Он перебивает клиентов всех во всем городе Он продержится очень долго А нам нужно завлекать свою толпу Вот правильно уже отвечаю Спасибо большое Спасибо тебе большое Арсен и Майя уже правильно ответили У нас есть звонок Алло, говорите, вы в эфире, здравствуйте Жантик, да? Ого Жантик Привет Вопросы такие у меня к тебе Давай, как тебя зовут? Виктор меня зовут А, Виктор Я думал, что ты Ну ладно, давай Ну вот, я где-то Вот ты танцы, манты, да? Там молодежи заинтересовать, да? А как вот ты думаешь Если, если, говорю, ребенок Вот, например, оттренировался, да? Или отработал смену Ему нужно будет наркотик, нет? Если он оттренировался? Да Ну если оттренировался, то Нет, я не понимаю, что Это вопрос упрек, что ли? Я не понимаю, Виктор Или что ты хочешь Ну как? Чего не понять тут? Вот я хочу спросить Можете предоставить бесплатные тренировки детям? А, лично, чтобы я предоставлял бесплатные тренировки? Не ты вообще Наше общество может такое сделать? Бесплатные тренировки? Да На ту программу попали Работу там Ну наркотики тоже, Виктор Не бывают Ну наркотики не бесплатные А бесплатные, чтобы оттренировался молодой человек, например Или девушка там Чтобы прочувствовал себе физическое Ну я вот что предлагаю, Виктор Я вот что предлагаю Ты, наверное, хочешь сказать, что Лучше заниматься спортом Если я тебя правильно понял Лучше заниматься спортом, чем употреблять наркотики Но занятие спортом сейчас не бесплатное Я правильно тебя понял? Я его нет Да Ну что ж, нет Ну, наверное, правильно понял Ну, один совет, Виктор Чтобы человек прочувствовал свои физические возможности Нужно наверняка ему Значит, бесплатно Если ты хочешь это сделать бесплатно Нужно просто в комнате запереться Взять гирю Я не знаю Если нет денег на гирю Возьми камень Там, не знаю, бревно Ну подергай, выйди Поломай кусты во дворе Возможно, всегда можно найти Если есть тяга к спорту Конечно Возьми ведро воды Выйди на улицу Облейся, в конце концов По методу Порфирия Иванова И то будет хорошо Я не знаю И бесплатно Займись делом Да, займись делом Поприседай Попка будет круглее Да, говорил так в свое время один артист Ну что ж, мы продолжаем Вот тут уже очень много отвечают правильно на вопрос На вопрос Куба Куба Представь себе Правильно ты ответил Что ж, всех вас мы ждем Когда вы сколько? Завтра в 3 часа дня Завтра в 3 часа дня Ну что ж, давайте сейчас еще один клипчик посмотрим И знаете, от кого я вам, ребята, клипчик этот предоставил Кстати, вот ты диджей А ты какую музыку в основном крутишь? Такой стандартный вопрос Музыка у нас практически любая Твоя любимая? Не тематическая Я слушаю вообще абсолютно другую музыку Но это никого не касается Правильно? Люди приходят послушать то, что они хотят услышать Я, как правило Да, навязывать нельзя Я никогда никого не воспитываю Никогда никому ничего не объясняю Нету никакой темы У нас коммерческий клуб Мы работаем для людей И ставим ту музыку, которую они хотят Все без проблем Ну тогда я тебе вот Роя Орбисона предложил Как? Это будет Дорогие друзья Рой Орбисон И вообще, знаете, к нам поступают звонки на передачу Где люди просто выражают благодарность за ту музыку, которую вы ставите А для всех тех, кто любит Децла и Алдавай Я предлагаю просто посмотреть программу «Вечерний звон» Там все это присутствует А у нас вот такая вот передачка для тех, кому уже за 22, да? Или за 20, ну, по крайней мере, да и тем людям Которые врубаются в эту музыку, которым она нравится Ну что ж, Дана вот ответила из Каскелена А сия ответила правильно Приходите завтра А мы посмотрим сейчас Роя Орбисона Поехали